Всем привет! Решил присмотреть себе экшн камеру на сезон на рыбалку. Ну как бы есть некоторые мысли, просмотрел достаточное количество видеоматериалов. По вопросу GoPro у меня к примеру нет вообще никаких комментариев. Это достаточно высокая цена, стабильная работа, раскрученный бренд, возможность выбирать различные модели, возможность снимать под водой без бокса. Ну и конечно же неплохая картинка на этих камерах. Но вот хотел бы отметить некоторую особенность, чтобы потом самому не забыть. С течением времени буду выбирать, сделаю перерыв, потом опять все по новой. Поэтому касаемо экшн камер ценовой категории примерно 50-100 долларов, я заметил одну особенность. При просмотре различных видеороликов с этих камер, я заметил, что многие из них не очень качественно снимают именно в малом разрешении. И качество начинает, картинки подниматься с увеличением разрешения до 4К. Хотя теоретически такого быть не должно, потому как мы просматриваем в Ютубе, ну практически 720, то есть это обычное HD качество. Хоть даже там транслируется и видео 4К. Поэтому такое снижение качества видео для Full HD у этих камер. Мне кажется, что производители таких камер при увеличении разрешения до 4К просто-напросто программно усиливают шумоподавление, цифровое зерно убирается более интенсивно. И поэтому картинка кажется не то, чтобы лучше, просто меньше, скажем так, в кавычках грязи на видео. Вроде бы как и ничего страшного, но дело в том, что снимая в 4К, потом придется и обрабатывать материалы в этом разрешении. А для этого потребуются очень мощные ресурсы на компьютере. Хотелось бы найти камеру в пределах 100 долларов, чтобы максимально, может быть, обрезать видео или соединить. При этом не нужно делать полный рендеринг, можно просто склеивать, это занимает несколько секунд. Но может быть у кого-то есть какие-то практические мысли, советы, буду рад услышать или увидеть в комментариях, какую модель можно было бы для рыбалки, например, для похода в лес, купить и как можно меньше заниматься постобработкой. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok